всем привет меня зовут дмитрий шинко и в данной записи я вам расскажу о людях рожденных под влиянием числа судьбы 4 ну во первых как и в каждом из роликов в начале я говорю что это такое если вы случайно например наткнулись на это видео аудио то нужно понять под каким числом судьбы вы родились узнать это крайне просто сложив дату рождения до однообразного числа от одного до девяти ну к примеру вы родились 24 июля 89 года 2 и 4 это 6 месяц 7 июль 6 и 7 это 4 1989 год это 9 4 плюс 9 будет 13 1 и 3 4 то есть число судьбы четверка и так далее каждый из вас может сложить свою дату рождения до однородного числа и узнать свою свое предназначение ведь число судьбы это пожалуй самый важный импульс это миссия человека от числа судьбы начинается расчет например в нумерологическом гороскопе число судьбы это миссия человека это не открытый характер хотя бывает и проявляются стороны открытости это напряжение это цель это стратегия число судьбы начинает работать от 35 лет у человека в полной мере до 35 лет 60 70 процентов идет влияние числа души об этом мы будем говорить в других видеороликах число души это именно день рождения число рождения число судьбы это очень мощное очень мощное число которое от которого впрочем и зависит качество жизни вот мы добрались до четверок что такое четверка вообще у меня в и по практике и в окружении крайне много четверок даже слишком много даже больше чем всех остальных и не все их могут понять но я их понимаю как наверно никто другой потому что они мне ближе в плане приземленности то есть четверка это по сути консерва если грубо так можно выразиться это консерватор четверка вообще в нумерологии число 4 это работа это рамки это некая сжатость это границы ограничения абсолютно во всем люди с числом судьбы 4 являются такими нравственными на 100 наставниками всем остальным числом четверку разжать расшевелить крайне непросто у них внутри уже есть свои ограничения обычно это проявляется самого детства я вот даже по практике смотрю если смотреть полную дату есть такие даты рождения очень развязные как у женщин так и у мужчин то есть с виду кажется что это абсолютно безбашенные люди но по сути и у них есть тоже тормоза за счет этой четверки то есть четверка тормозит по всем фронтам два типа четверок лично я различаю первые это мейнстримовые или креативные и вторые это консерваторы к первому типу четверок я отношу людей рожденных от семьдесят седьмого года рождения и моложе эти четверки уже попали в тот этап развития когда все можно и когда все есть если так можно выразиться то есть нету ограничений внешних эти люди будут всегда в моде они будут мейнстриме они будут стремиться к моде но это будет не нарочито а как раз очень даже утонченно без излишеств люди будут следовать моде но несмотря на то что они мейнстримовые все-таки они быстренько могут выпасть из обоймы этого мейнстрима и стать консервами поэтому четверки они сами работают над собой они стараются они идут в ногу со временем стараются успевать но иногда запаздывают так как очень прикипают например к вещам к привычкам и каким-то вот какому-то жизненному уже устою второй тип это консерваторы это люди до 77 года рождения хотя они бывают и моложе но по большей части в процентах это до 77 года рождения это истинные консерваторы особенно если это проявляется в земном земном тригоне в земных знаках этих людей абсолютно не сдвинуть с места это во первых это работяги трудоголики путь с детства у них не самый простой цели очень высокие амбициозные идти нужно через тяжелый труд работать стараться за счет больших амбиций достигают немалых успехов но достигаем какой-то ступени сложно повернуться в сторону или пойти еще дальше то есть вот это вот этот консерватизм он все-таки дает о себе знать вообще судьба непростая у четверых абсолютно у всех если их разбирать даже индивидуально но я вот могу сейчас даже вот по памяти вспомнить порядка ста людей под этим знаком ну если еще и залезу там в свои практические гороскопы да то еще там на 1000 на скребу и пойму что то есть общая картинка у меня лично сформирована по этим людям кстати вот яркий пример многие бы поспорили не зная например дата рождения известного и шумного политика жириновского а он четверка 25 апреля 46 года да вот уже ему шестнадцатом году юбилей 70-летний будет но он четверка вот попробуйте раскачать четверку на песни на танцы на какую-то суету это не так то просто как борется жириновский это не жизнь а борьба то есть по сути он не тот за кого себя выдает и даже из многочисленных интервью например его супруги но мне пород деятельность приходилось изучать чтобы понимать человека очень много информации брать что дома это тихий и покладистый человек ну понятно что там число души 25 через тельца это достаточно такой активный управляющий число и она не дает человеку просто сидеть на месте но при этом то что мы видели свое время по телевизору или читали по его жизни это большая большая работа его над над самим же собой большая работа даже петь он даже в какой-то момент начал если не ошибаюсь эта работа а в основном четверки хотели бы быть серыми кардиналами да они стремятся к качеству жизни и концу жизни они получают то к чему они стремятся с раннего детства или юности это комфорт жизни это то что будет их поддерживать до конца их дней но в первую очередь материальная сторона естественно будет либо какой-то источник который будет качать им деньги либо какая-то планово устроенная личная жизнь с точки зрения прагматики ну так или иначе четверок на дне я видел очень мало если говорить о конструктивных конструктивных личностях о из и закрыть глаза на деструктивных криминальный например элемент так далее а также совсем люмпинов но это отдельная тема поэтому четверка это жесткие конкретные вперед идущие люди которых сломать очень сложно они готовы работать они готовы напрягаться они входят в конкретный график и выбить их крайне сложно из этого графика кстати по первому типу креативных четверок я кстати немало знаю известных и телеведущих и политиков также четверок которые уже представляют молодое поколение они на виду борются собой им приходится бороться кстати актеров очень мало четверок ну по моей статистике во всяком случае но если учесть что у меня более трех тысяч только по известным людям выведено гороскопов то я думаю статистика это вполне может быть актуальный то есть в основном они где-то за кадром эти люди за кадром это рабочие лошадки ну что еще здесь сказать вот по личной жизни хотелось бы еще от пробежаться вообще вот вот это вот организатор с организаторство и организованность также и перетекает на личную жизнь то есть хорошо если у вас супруга или супруг четверка а вы например восьмерка или вы например двойка да то вполне можно понимать этого человека и ладить с ним очень даже неплохо хотя иногда даже вас может раздражать вот это вот застойность то есть если человек надел штаны и будет носить их 10 лет только потому что они у него как новые понимаете вот и ничего не поменяется или там полотенце висит в определенном месте и никакой сожитель креативщик не сможет переубедить четверку его перевесить только потому что это уже мозоли глаза или нужно все изменить вот с четверками нужно смиряться именно в бытовом плане хотя это по сути закрытые люди но опять-таки надо смотреть совокупности дату рождения полностью понимаете вообще чего за человек но достаточно но даже как я и вначале сказал у самых развязанных дата рождения я знаю многих женщин четверок которые по сути и по внешности и по поведению любой обыватель скажет что это просто редиска нехороший человек но даже женщины мужчины если может так выразиться распутного нрава мучить мучиться угрызением совести если они что-то сделали не так они идут против себя против правил до когда враждует число души и число судьбы вот это очень кстати интересная важная тема когда в дисгармонии находятся два этих числа и еще вот этот переход от 35 до 36 лет когда число души отдает практически в полную работу человека числа судьбы там мы видим перемены да в принципе после 35 лет человек по сути уже не меняется вот с четверками вам будет достаточно комфортно а главное надежно как можно уйти от четверки когда он никогда вас или она вас не отпустит даже если четверку будет что-то не устраивать допустим личной жизни да он может это прямо сказать ну скорее человек просто замкнется и не будет категорически ничего менять потому что есть с детства с юности определенный уклад мировоззрения которое ни при каких обстоятельствах не может быть изменено да еще допустим радикально как например развод такого быть просто не может но естественно это не может касаться абсолютно всех людей рожденных под четверками но в большинстве своем то есть больше 50 процентов это это факт это факт судьба вообще непростая у четверок достигнув успеха которому они стремились не знаю 15-20 лет с этой вершины они могут грохнуться очень даже очень даже быстро и резко то есть идя к чему-то они достаточные прагматики но могут и даже стратегии но могут иногда также заигрываться как например тройки или единицы и не чувствовать почву под ногами то есть земля начинает уплывать их бросает на точку 0 до такой бывает это может касаться как работает как здоровье так и личной жизни всего то есть вроде бы рука на пульсе все под контролем и внезапно бросок для четверок это вполне нормально это борьба ничто нему не сможет пригнуть четверку на колени поставить не что они заново встанут с нуля и начнут подниматься пускай это будет другая деятельность пускай это будет другая личная жизнь или победа над старой личной жизнью будет достигнута в любом случае отпускать то что было или хотя бы то положение в котором они находились это не для четверок ни за что это страдальцы с ними нужно много разговаривать их нужно раскрывать сама четверка вряд ли будет вообще человек по числом 4 вряд ли будет вам жаловаться хотя бывает и нытики но крайне редко эти люди будут держать все в себе при себе вся эта тоска может разворачиваться через разные нехорошие заболевания кстати четверки чаще всего страдают заболеванием сосудов сердца так как многое проводят через себя информацию эмоции и не рассказывает об этом не потому что они такие скрытные а только потому что они понимают что кого-то обременять своими проблемами не стоит лучше я это все сам или сама переживу и вы меня увидите снова счастливым и здоровым в тот момент когда когда он настанет а он настанет действительно вообще по поводу работы хотелось бы больше говорить потому что вот работа в коллективе потому что многие четверки попадая например в окружении просто легковеслых людей абсолютно не думающих не стратегов начинают свою работу и если так можно отработку своей кармы в обществе полных болванов то есть там где люди мечтатели подкидывайте ли всяких идей но ни разу не реализаторы этих идей четверка берется конкретно за дело хорошо если четверка руководитель до вас может раздражать такой руководитель своим консервативным суровым взглядом своей закрытостью не сразу поймешь о чем он думает и чего бы мог тебе прямо сейчас в глаза сказать но будучи например просто сотрудником какой-либо организации четверка может придать практичность мечтанием коллектива он может реализовать идею которая витает воздухе на словах в конкретное дело это очень важно если у вас в коллективе есть четверка обратите внимание работодателя на этих людей можно положиться тем более что если человек перспективный их можно повышать они никогда не будут поливать дальше чем они могут наступить конечно же есть супер амбициозные с деструктивным характером личности с повреждением форм но в астротипологии это называется химия то есть человек переплевывает сам себя и рвется и кричит что он самый лучший самый крутой такие четверки тоже бывает их крайне мало то есть это редкость в основном обратите внимание на четверок на них можно положиться им можно давать тяжелую работу им можно ставить задачи конкретные перед ними нужно ставить далекие цели и как трудовая пчела четверка будет идти вверх 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 и на этого человека можно всегда положиться достаточно ответственные люди много я видел конфликтных чисел особенно если это воздушный тригон например четверки водолеи в близнецах весах вот им сложнее да когда разрывной воздушный знак подавляет консервативная четверка этим людям сложнее с ними нужно заниматься кстати и гороскопа у них не самые простые получаются жизненный путь в том смысле что очень такая разнообразная жизнь то есть от края до края но это тема для другой передачи так но основные наверное я сказал порядок мыслей организация деятельности систематизировать приведение в порядок начинаний но вообще в принципе четверки сами на кого-либо полагаться особо не станут но они достаточно долго присматриваются к людям и когда понимают что вот действительно вот вот этот человек надежный они потихонечку начинают раскрываться то есть годами их можно даже раскрыть и в эмоциональном плане почему нет поэтому достаточно непростые люди непростые стремятся к высоте к деньгам качественной жизни хотя я видел ряд деструктивных четверок которые на словах готовы работать и скопать весь земной шар а по сути идут всегда какими-то опрометчивыми путями к цели обогащения какими-то авантюрными путями так далее но для них это тоже работа тоже борьба не готовы не то что годами десятками лет ждать того призрачного шанса когда на них свалится большой куш ну в принципе из основных моментов пожалуй все хотелось бы еще раз напомнить что вы ко мне можете обратиться за личной консультацией по вашей дате рождения и раскладу имени нумерологический гороскоп понять когда именно у вас настанет финансовая нет зависимость или финансовая зависимость или карьерный взлет либо наоборот некоторое падение личная жизнь фаза личной жизни этапы судьбы в целом то есть всю жизнь от и до можно просмотреть куда вас повернет ваша дата рождения в какой момент времени нужно будет подстелить себе соломку а где-то наоборот рвануть и подпрыгнуть чем выше тем лучше ну на этом пожалуй все меня зовут дмитрий шинков очень и очень благодарен вам что вы дослушали этот ролик до конца обращайтесь и удачи вам всего доброго